Новый день, новые приключения, друзья. Начинаются эти приключения с завтрака. Смотрите, как пацаны постарались. Сейчас 8.20. Только, может сказать, мне открыли глаза, а уже все готово. Так, что у нас тут? А тут у нас красота. Вау, 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 вау. Гладь очень и очень круто. В каше очень дорогая марина стоит около 100 евро. Вот такую поставить лодку в сутки, гостевая. Но мне нравится тут. Правда, основной город находится там, где солнце встает, а это уже такая. Это у нас, друзья, основная дорога. Магистраль большая, быстрая. А наверху тоже идет. В общем, здесь очень красиво, чтобы проскочить, посмотреть, достоприм тщательностью. Здесь глубина около 12 метров. Думаю, друзья, всем пригодится такая штука. Морской, английский для их сменов. У нас начинаются уже уроки. Andron Parus 5 by 810 уже запустил мотор. Но сейчас мы будем отрабатывать парковку на якоре. Сегодня отличная погода, чтобы как раз немножко повозиться с этим. И будут люди выбирать, где же поставить лодку безопасно. Но вы будете смотреть, как это делается. Наша задача, как на карте, найти, я вчера подсказал, давал водную, что якорек будет нарисован. В том числе визуально. Мы должны найти закрытое место. Первое, от ветра. Второе, от волны. Если мы видим гладкую воду, когда мы заходим в какой-то залив, это потенциально уже наше место. На сегодняшний момент весь этот залив нам подходит. Ваше задание будет такое. Первое, воспользоваться якорным пультом и воспользоваться собственным подходом в это место. Якорный пульт может делать экипаж на носу. И с вами визуальным контактом и звуковым контактом согласовано спустить якорь. После того, как вы его спустили, вы должны будете его и поднять, как постановка, так и уборка этого якоря. Точно так же визуальный контакт и аудиальный контакт, что вы прямо сказали, что с якорем происходит, как подрулить и так далее. На собственном примере я вам покажу, каким образом мы это делаем, что, собственно говоря, у меня внутри происходит. Дальше вы самостоятельно, под моим руководством, я с обратной связью для вас расскажу, что можно сделать лучше, на что обратить внимание и так далее. Первый буду делать это я, а потом уже каждый из вас. И посмотрите, что нам может помешать. Это тузик, да? Заблаговременно мы можем его сейчас подготовить к нашим маневрам, да, то есть, соответственно, снять двигатель, потом уже делаем рестарт, становимся на штурвал. Пойдем все вместе с всей командой сейчас тузика передвинем. Мы через колечко, мы поймали оранжевую веревку, подняли кольцо и в железное кольцо мы завели наш канал. Угу. Есть. Готово? Готово. Мы приучаем себя к чему? Потому что мы всегда в визуальном контакте с штурвал. И когда вы становитесь на штурвал, вы тоже в визуальный контакт с баком. Бак вам сказал там, готов, значит, вы можете двигаться. Вот так, как он двигается, вы всегда смотрите на то, когда будет якорь, куда он уходит. Например, визуально. Якорь слева, значит, вы показываете якорь слева. Задача ваша, когда вы становитесь на штурвал, чтоб нос был напротив меня. Ни по справа, ни слева. Потому что, когда он идет, почему так? Видите, вот этот вот изгиб, вот здесь вот уходит цепь. Вот это рейлинг носовой. То, когда будет цепь идти криво, она будет идти по залому и лебедка будет клинить от высокой нагрузки. Когда высокая нагрузка, просто выщелкивается предохранитель и якорь останавливается. То есть, вы подзастряли. Ну, это предохраняет вас от того, что от поломки носа, от выдираний и прочее. Вот такая вот штука. В том числе от перегрева, потому что на лебедку приходит очень высокий ток. Сколько нужно от цепи выбросить? На самом деле, не менее трех глубин, да? А сколько нужно? Как можно больше. Потому что якорь сам держится не за счет зацепа якоря в большинстве случаев, а за счет веса сброшенной цепи. Сама цепь, она именно тот груз и составляет превышающий груз якоря. Сам якорь в каменистной местности используется для зацепа. Наш якорь типа Денфорта. Он хорошо цепляется сразу же и хорошо снимается, когда мы подходим к нему. Вот лодка подходит и в вертикальном положении он тут же хорошо поднимается наверх. То есть наша задача подойти, начать бросать цепь, 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 цепь и потом отходить плавно. Когда у нас способ парковки якорь и причальная стенка, тогда мы бросаем и отходим, выкладываем цепь равномерно на растяжку. И тогда вот под этим углом хороший зацеп, он хватается как когти у кота. Раз, и происходит натяжение якоря на цепи. Сейчас мы просто отставляем в нужном месте для нас, в выбранном месте якорь и потом уже отходим на нужное для нас расстояние. 50 метров, сколько нам нужно. Друзья, отличная новость. У нас яхтенный тур состоится уже 12 марта следующий. И, конечно, друзья, вы можете к нам присоединиться. Мы будем обучаться яхтингу, как он работает уже ребятам. Вы сможете познакомиться с интересными людьми. Интересная компания, потому что у вас множество будет окружать единомышленников. Вы сможете, может, даже и найти новых друзей. В общем, просим, ждем подробности под видео. Две трети сброшены. Две трети сброшены. Это примерно 35-40 метров мы сбросили. Наши глубины здесь 20. Мы еще метров 10 сбрасываем. Либо якоро-аларм ставим тут же на месте. И ставим радиус циркуляции. Какой мы ставим радиус циркуляции? 45-50. 45-50, чтобы, допустим, ветром сдуло нас. Сдуло ветром. И мы вот за этот радиус, если выходит, то так значит, у нас зацепа не случилась. Но первых 10 минут мы не глушим двигатель, либо глушим, но смотрим по нашей координации. Стаскивает нас или нет? Если за первых 10 минут вас не стащило, значит ночь будете стоять. То есть в этом плане первых 10 минут вы можете еще переставить и так далее, и так далее. Еще никто не расслабился, потому что может быть зацепа не произошла. Поэтому встали. Самый простой ориентир. Вот встали на стол посмотрели. 10 минут там стою вот напротив этого столба. Относить до наноса. Смотрите, вот в таком положении очень удобно поднимать якорь. Значит, визуально, когда вы на баке, как это говорится? Визуально. Вы смотрите на якорь, смотрите на капитана и говорите такой сюда, двигаясь сюда. Если цепь справа, цепь справа. И вы как бы на капитан, вы наезжаете на эту цепь, немного нос направляете. Никаких газов, ничего не надо. Просто включенная передача, слегка. Потому что в момент, когда у вас газ, вы можете просто наехать на цепь. И чаще всего цепь бьет нос. Он бьет нос, он царапает. Обратите внимание. Сейчас у нас не поцарапано, он защищен как железная ставка. И не просто так. Потому что сюда реактивная цепь заезжает. Поэтому, когда вы тянете, чтобы это было вертикальное положение. Бывает так, что вот сюда прямо шкуча подошла. И в следующий момент, что на лебедке будет. Когда будете сбрасываться, эта куча попадет на лебедку. И вам нужно будет распутывать. Инспектируйте постоянно. Момент такой, что когда вы находитесь здесь, и есть некое волнение, этот люк может либо упасть вам на ногу, либо просто резко ляснуться. Поэтому, вот видите, здесь шнурок есть. Сейчас волнения нет, окей. Но, как правило, там либо зацепляется этот люк с этой стороны, то есть проверяете себя следующим образом, что вы все равно смотрите на цепь, как она указывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Якорь. О, уже лучше. Бросаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай, попробуй. Давай-давай-давай. Все, назад. Далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ногой, ногой. А кто ногой? Пихни его якорь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА чтобы не было удары так но двигаемся в том направлении выбираем сейчас у нас глубины где мы стоим 23 до 24 метра значит чуть-чуть поменьше это может быть ближе к этой границе но здесь учитываем что у нас есть береговой линии какие-то дополнительные поэтому нужно учитывать вот здесь непосредственно какой-то разница можно учить сейчас мы друзья отработали парковку на якоре после небольших тренировок мы идем и смотрим достопримечательности кампаж и после небольших тренировок после небольших тренировок мы идем и смотрим достопримечательности чтобы разнообразить наш посуды сейчас ребята поехали первые партии сожалению нас тут здесь такой маленький и все сразу мы не погрузимся ну и будем смотреть город каш & the theater так как яхтинг стремится к автономности у нас и солнечные панели на некоторых яхты есть даже опреснители и мы можем какое-то время находиться контактируя с обществом и с миром то собирайте мусор и старайте экономить место поэтому если бутылки то обычно их скручивается как можно больше закрывайте пробкой чтобы они не надулись биологический мусор можно забор то есть если вы там сели яблоко забор хотите вылить пиво можно это все делать за борт не дали какую-то еду это все может за борт на корм рыбам пластик ни в коем случае не выкидываем за борт это уже копим собираем и потом уже когда приходите в порт выгружаем это очень важно потому что в длительных путешествиях мусора набирается огромнейшее количество просто обратить внимание сколько каждый вы выкидываете мусор дома сегодня вахтовые у нас другие люди семя рома у нас главный по вакте завтраку должны обязаны мы им так что там ты уже я пика делда собой кофеечку ничего себе энергетика бахнет еще ну так сейчас полезем посмотреть достопримечательности древности здесь у меня такое шкиперское место где я уже монтирую видос следующий для вас друзья так что не забудьте поставить лайк подписаться если не подписан и написать комментарий это продвигать видео а если вы хотите поддержать то под видео и ссылочка на донейшн пацам и будем обязательно а когда блондинки с шампанским придут скоро это фантазии моряков я очень рад ребят что вы приехали энергия настроения прошлый поход тоже был классный но это вообще очень классные все ребята все позитивные все бодрые выполняем поставленные задачи у всех все получается команда супер хоть расскажите сколько уже здесь в турции я нахожусь четыре месяца уже не первый раз когда я с андреем он классный инструктор обучает людей и когда я нахожусь один на яхте катаю тоже туристов уже хорошо знаю берега турции знаю марины знаю все красивые затерянные места турция очень красивое место миша у тебя уже был опыт и я знаю ты питер даже заканчивал школу почему ты решил опять пойти как бы навыки повторить в любом случае другая локация отдельно история здесь совершенно другая а как вообще пришел к яхтингу для чего он тебе нужен яхтинг для меня нужен как сказать альтернатива то чтобы передвижение разнообразие досуг да можно сказать что всегда наблюдаешь эти марины мачты естественно хотелось попробовать самому но это круто вот цель поставил и идешь к ней правильно а сейчас пойдем смотреть достопримечательности дождемся ребят наша яхта припаркована вон там и пойдем наверх очень крутой антитеатр а прыгай андрюк попрыгай а еще 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 это тоже опыт вот друзья прелести дикого яхтинга или как я его называю бомж яхтинг когда ты причалил есть такой небольшой причалить лодка стоит бесплатно бесплатно и ты вот идешь по лесу пройтись походить ну так представьте а у нас лодка за 100 тысяч долларов со себе продают 100 110 тысяч баксов 44 не это на самом деле сарказм да вот такой яхтинг потому что в марину например причалить не всегда получается ну и ты можешь экономить бюджет и спокойно в турции можно оставлять вот так лодку идти в город но к сожалению да не обустроены во многих странах можно припарковаться в марине поставить там тузик под охраной пройти как человек бывает даже такие системы как такси маринные то есть ты можешь поставить на муринге свою лодку вызвать в марине по рации такси приди приплывет лодка который тебя отведет отвезет от тянет в марину где ты пойдешь уже там по барам по кафе ну и также тебя вернут обратно на твою животку ваш ну как тебе твой первый опыт это что первый яхтинг вообще до или будет круто что он сочетается и спешими прогулка хотя на самом деле сейчас первые дни они такие явно легкие в плане качки не знаю что будет дальше впереди посмотрим ну как вообще-то не разочаровался нравится не нравится сам именно яхтинг яхтинг не разочаровал и люди которые окружают не разочаровали летел один все адекватные все общаются все открыты приятно просто таки можно по философству да уже мы просто про бизнес очень много рассуждали о чем в куда лучше вложиться как и заработать то есть все равно какие-то есть темы как жить чтобы на пассиве дан типа у нас были такие формации что вообще ты ждешь что жду до от яхтинга за удовольствие отлично большего не надо вообще зачем ты вот счет решил заняться яхтингом почему ну пробуешь новое 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 знание это делают богаче они беднее как мне кажется и почему если ты как бы не знаю гипотетической ситуации если тебе понадобится там друзьями или еще с кем-то провести время как-то оригинальное интересно потому что все эти отели и так далее это скучно довольно таки для меня это активный отдых для меня лично это гораздо интереснее приятнее как насыщение и от него действительно отдыхаешь если конечно он иногда разбавлен хотя бы чем-то культурным не только алкоголем иногда этого в каких-то вечеринках это все во все превращается только алкоголь но здесь его нет я кстати тебя услышал что ты узнав цену перед такой что у нихера себе то есть а раньше думал что дороже да все да как бы яхтинг представляется как что-то для богатых сверх богатых людей для избранных золотой молодежи как у меня в молодости это называли здесь на группу людей это все адекватно это на самом деле многие думают что например прийти в на яхтинге кстати делал опрос в инстаграме и указывал там сколько это стоит например там тысячу две или там больше и многие люди сказали больше двух тысяч стоит поездка на самом деле нет вот нынешний наш тур стоит 800 евро с обучением то есть обычно хотизм востребованные сезоны когда сентябрь август и июнь июль то дороже цена вот но опять же яхтинг не такой дорогой в сравнении вот например мототур стоит где-то две с половиной тысячи евро на человека в яхтинге у тебя уже не нужны не отели плюс ты получишь опять же новые знания возможность даже получить удостоверение если ты захочешь его получить это отдельно уже как бы опция так что до яхтинг не такой дорогой а есть еще бомж яхтинг как на якоре до представителя каравана кстати в турции не воруют это очень радует и от дукато отличный вариант это друзья амфитеатр кастаном и нас герои но смотрите не всегда такое происходит в общем здесь много стоят автодомов интересных и мы можем видеть анфитеатр йога или что-то момент медитации охрененно здесь да да эндурик главное это я говорю о том что идеальный такой сет это мотоцикл и дом на колесах погнали он андрюха смотрите какой бодричком с кофейком вообще классно прикоснуться к истории а а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Друзья, это греческий остров, чтобы вы понимали, рукой подать. Город даже есть. Там греки живут. А там реально греки живут? У них аэропорт даже есть. Да-да. В смысле, это реально греческий остров? Да. Что, реально? Ну посмотри, загугли. Вот такая тема. Какие-то яхтенные магазины. Можно, наверное, скутер напрокат взять, кстати. Мотик, возможно. В этом городе такая неспешная жизнь сейчас. Вроде как еще уже время, там 2 часов, а все-таки на расслабоне. Человек пьет, покуривает сигареты. Приятно вот. Такое, знаете, спокойствие в этом городишке. Не знаю, как он сисьмо активный, но прикольно. После того, как посмотрели на свечательность, надо подкрепиться. Мы решили поесть динер. Это кебаб, шаурма, донар. Здесь такой сочный. Дом на стиле, друзья. Очень круто смотрится. Ну, мы возвращаемся на лодку. Сейчас мы идем в следующий город. Мы постоянно двигаемся с одного города на другой, чтобы было разнообразие, чтобы набраться опыта. Больше было парковок, тренировок, ну и опять же путешествия. Розовыш, давай. Ну, чуть-чуть, Андрюк, я буду, я чуть-чуть, так вот и сам пихнешься. Не завязал. Давай. Не получилось. Ты же хотел купаться. Давай, давай, Андрон. Это Спарта. Это Спарта. Давай, раз, два. Задержка. Опять такой. Не тяни, просто не тяни, ну люди ждут. Друзья, у нас есть классная возможность предоставить вам бесплатно тур. Ну, практически бесплатно. Участие в этот розыгрыш стоит тысяча рублей всего лишь. Вы мне скидываете на Сберкарту, либо на Донейшн. Обязательно напишите вашу фамилию и ваше имя, и что вы участвуете в розыгрыше. Розыгрыш будет проходить у нас ближе к началу марта. Мы сможем сделать бесплатно тур для вас. Так что участвуйте, выигрывайте. Я верю в вас. Подробности под видео в описании. Два, три, взимай. Плохо зашел. Ооо! Нормально? Вода градусов 17. Ты нормальный человек вообще? 17 градусов закаленный. Ты закаленный. Тут охранено так позалипать. Посмотреть на какой вид. Там лодку опускают, поднимают. Попредставлять, пофантазировать, если есть местного хлебушка. А главное еще погреться на солнце. Как? Вот момент жизни. Мы выходим, покидаем такую приятную бухту. Видим, что даже немножко поднялся ветерок. Сегодня будет не ветрено, где-то все уже 10-11 узлов. В принципе, самое то для того, чтобы учиться. Надо учиться, естественно, на слабых ветрах. Ну и потихоньку увеличивать, чтобы не напугаться и не отбить всю охоту этого яхтинга. Пока Марина, пока Каш. Море нас ждет. Работаем, работаем, ребята. А замок не открыл до конца. Замок надо открыть полностью до конца, иначе можешь сломать. Видишь, он плохо идет? А вот так легко идет. Всегда до конца. Это потому, что ветерок. А что мы не ливентикед, ребята? Потому что у нас скрутка в мачте, и можно даже в галфе транспортить. Офигеть, как это удобный класс. Если бы у нас был лэзи-бэк, то только против ветра. А когда скрутка в мачте, тогда можно и в галфе. Красота. Поэтому вот так вот. Вы поняли? Лайфхак от капитана. Парусеныша. Но от этого не тяжелее ли тянут ребятам? Тяжелее, не тяжелее вообще. А он сам раскручивается. Офигенно. Первый раз это делаем, поэтому им тяжелее первый раз. Скорость небольшая, поэтому нормально. Так, ну что? По-часовое. Что ты сделаешь? Что ты сделал? Ну что, не получается? Дожди. Вот. Не-не-не, все. А теперь вот. И засовывал. Все. Вот так вот. И всегда замок открытый. Вот если сейчас потянешь, можешь сломануть замок. Он уже рассказывал про это. Пошел. Давай, 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 давай. Все много, по идее. Нет, замарочки, смотрю. Заварочка. Так, травим грутофал. Так как нам надо предпустить, чтобы наполнился парус. Гикошкоты, грутофал. Гикошкоты. школу школы код и блин сейчас на говорят уже всем заикала сейчас помнили а поэтому вы кстати смотрится что макс ошибается и вырос из-за этого подгорает а вы смотрите тщательный я хочу вам сразу что сказать напишу в комментариях оставь свой след в комментариях сейчас мы будем выставлять стаксель поэтому готовим концы надо распустить веревка там тоже да 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 то есть смотря на какую сторону определитесь вы будете поднимать парус на какую сторону вы ставите парус на правую да все значит этот можно не вытравливать вдвоем не идет он говорит что это нельзя а вот я перехватил дать его все отлично еще очень много осталось парень еще на 3 сегодня еще на 3 а теперь замолк отец 3 здесь не надо сильно перецакивать все пару стоит все окей на волне из волны ветер сваливается с парусом они может ударять но не стабильно вот так полоска этот лаком как он известный вправо влево парус он же как доска как движитель его попадает ветер и на волне может немножко полоска потому что срыв идет потока очень следим на двигатели одновременно и на паруса с помощью парусов мы снимаем некоторую нагрузку на двигатель тем самым уменьшаем расход топлива но если мы идем меньше пяти узлов соответственно мы придем наши точки гораздо позже пятерочку повсегда держим море стабильно вот сейчас например мы можем двигатель поставить нейтралку подождать минуту-полторы чтобы узнать нашу действительную скорость на самом деле яхты все круизный ходит пол ветра пол ветра это нормально вот сейчас даже 7 кузна наверно 3 мы будем идти два с половиной да а тот суд в двух с половиной до трех будем идти чисто на парусах давайте двигатель в нейтралку поставим это проверим нужно ли фиксировать сразу или он свободный просто закрывается закрывай до что поставки не бывали остатки веревки бухтуем и вешаем на сейчас лодка замедлится и останется только мощность ветра потому что они балансируют нашу качку и вправо и влево паруса будут принимать ветреные потоки и соответственно будет удерживать лодку более стабильный в стрелевую погоду паруса убирать не обязательно можно двигаться на двигателе и как только пойдут первые потоки ветра который будет сильнее чем наша скорость мы сразу же это ощутим на себе и быстро выключим паруса оставляем в центре чтобы они когда уча скачаются на шее соответственно мы их стабилизируем в центре удерживаем в центре вот у нас есть синяя веревка протошкот гикошкот руками руками потянем не надо замок работает всегда в одну сторону чини замок снимай нет замок сути не то есть они висят веревки уже не надо лебёжки стоп а теперь смотри да бывает такое понимает все сильно натягивать не надо потому что ты его прижимая что сейчас это не нужно замок не надо он закрыт уже то есть он уже не выйдет то есть выйти он может только если ты откроешь но видишь как люди отдыхают нормально не укачал никого не не укачивает но и хорошо сколько идем какая скорость нормально ну все равно мотором до ветер слабеньким хоть паруса немного натянуты но все равно парни каждый раз когда мы хотим забухтовать веревку вот у нас возникает вопрос как это делать так вот ответ такой нормальной морской практике нужно это сделать достаточно быстро и просто для этого нам нужно какой-то объект одна рука левая держится вот так правой рукой я цепляюсь за какой-то объект количество и размерность вот этой петли я выбираю сам зависимости от количества веревки которые у меня есть одинаково и равномерно после этого я снимаю и куда-то ложу например наверх сложил таким вот образом красиво красиво удобно взять удобно не запуталась не у не запуталась выбросил выложил то же самое если она развалилась веревка лежит вот так можно сделать и более красивые кружочки 1 2 3 4 5 6 вот так оставил красиво быстро просто то же самое если надо снять уже пользоваться сняли разложили выложили сегодня погода просто волшебная до ветра не так уж много паруса все же чуть работают мы моторим но главное смотрите какой кайф когда ты можешь встать вот так и выйти и как помните водном мире я часто это делаю мне вот нравится это все момента но это очень приятно смотрите-ка вы прикольно островок ребята собирают пас парус ведь какие молодцы и это всего лишь только 2 1 самостоятельный день и вот так вот друзья вот эта школа парус 5 бай туда толкан калкан толкан город калкан мы здесь уже были в моих путешествиях по турции на чартерной лодке сейчас еще раз приходим по красивым интересным местам там бухточка видишь то есть камни насыпаны искусственные и там уже все мачты стоят так и вот как швартуемся как якорь 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 снос и И два человека тоже здесь в связи на помощь, чтобы трансов нам выпустить. Все, разрезы приступить. Все, заранее. Ну, местные нам туземцы. Порвался, блять. Порвался. Без моего участия. Шкертик. Ну, ничего сом, может развязался. Солнце уже такое яркое, да? Там вроде, ну, уже греть начинает, но яркое. Что там есть? Подзагорело. Че, какие команды? Куда решили ставиться? А, может, там рыбаков надо еще согнать. А, он уже командует? Трусселян висят. А, и вон, чувак, маринер стоит. Поправь, поправь этот якорь. Сбрасывай чуть-чуть, пусть он свистнет. Свисает уже. Все, вот. Сейчас мы выровняемся, а потом пойдем прямо и будем кидать скорее всего. Вот, кстати, эти веревки я вот, например, часто стараюсь, наоборот, натянуть. За них иногда хотя бы можно взяться. Хоть нежелательно, но хотя бы иногда схватиться. Иногда не хватает этого. 15 метров. Опасный момент. 10. Вот так и отрабатываем. Первый корпус мы не нервничаем, помнишь? Хотя кажется, елки-палки, куда я еду? Уже должен уравнять, да? А, и уже вот она уравняется. Ну, все, пошло-пошло. Ну, все, пошло-пошло. А, он нас перетянет. Кто, Паш, что? Что делать? Ну, чтобы близко к нам не приближался. На нитралочке все время. Ну, что, как? Вспотел немножко? Слушай, ну, не вспотел. На боевое крещение прошел. Ну, ссыкотно? Ну, ссыкотно так, конечно. Для первого раза. Ну, конечно, сочетая вот с камнями рядом, да? Ну, да, почувствовал, что, наверное, именно на мою участь сегодня... Помоги ему, смотри, что тянет. Что там происходит? Пару стоит, да, расскажи. Поднатягиваем цепь сейчас, чтобы понять, что она держит. А как понять? Угол у нас поменяется, будет вот такой тупой. От 95 он должен стоять в 120 хотя бы. Стоп, стоп, стоп. И цепь не должна провалиться. Если провалится, значит, здесь цепь должна... О, супер, оставляем. Через 10 минут придем, посмотрим. Мы припарковались, мы уже в марине. Картоха сварена, пюрешку будем делать. В общем, кайф. 500 амбасов стоит парковочка в этой марине. Вот, вот, расстановка я. То есть, сначала не сориентировался, где пошвартоваться. Но за счет подсказки товарища этого, как бы, сориентировался. Ну, дальше это уже была, как бы, отработка таких, как бы, действий. Не все с первого раза получалось. Но с помощью ваших действий все получилось. Ну, по крайней мере, себя оцениваю в данном контексте. Ну, наверное, все равно на тройку, за счет старания, как таково все. А опыт дальше нужно нарабатывать. Таким словом, в таких парковках мы, естественно, подняемся, сейчас не получается. Видим дядьку, который отвечает за парковку. Can you assist me? Он говорит, да, он садится на тузико и тебя там подтолкнет просто, там, подправит и так далее. Все, ты руки поднимаешь и говорит, can you help me? Ну, классно. Мундир свой поддержать, когда ты так натренировался, что ты сам это все делаешь. Третьего, четвертого, окей. Когда сильно сдувают прямо тебя, они сами действительно выезжают, помогают. То есть, это нормально. Пока тут стерильные условия, он тут на супу ковыряет, носки постирает, посушит. Будет смотреть, как ты уж сидят. Знаешь, какой интересный момент? Вот эта лодка сейчас, которая паркуется, это Ханса 51. Она была у нас когда-то в аренде. Мои видео можете посмотреть на ютубе. Сейчас ребята паркуются. Фигачат, фигачат. Команда большая. Тут тоже школа. Принцип такой же. Якость, стоп, стоп. Все, пошли мы гулять. Короче, был прикольный сейчас момент. Нас било током. Представляете, здесь какая-то херня. Переделали бетон. И, в общем, нам через веревки, так как они намочились, фигачило людей током. Это забавно. Мы просили выключить, проверяли. Короче, такая тема. Охрененный катамаран. Современный, свежий, вынесенный кокпит. Просто мега крутой. Вот на таком можно жить. Калкани обновили пирс. Смотрите, как все бетоном залило. Ну, в общем, неплохо. Небольшая деревушка. Идем изведывать город. Вот чем и классный яхтинг. То есть ты пришел, каждый день новые места. Все красиво, новые ощущения. И всегда твой дом и твоя кровать при тебе. Потому что так тут надо переезжать, искать какой-то отель. В этом отеле может пахнуть. Либо там не подойдет тебе сервис, либо будет дороже, чем планировал по бюджету. В общем, всегда какие-то изменения. А так, на яхте. Живи себе, кайфуй. Недельку. Мы нашли минусы города Калкан. Это подъем там просто пипец. Смотри, собаки какие бегают, ходят. Нихера себе. Ну, здорово. Здорово. Собака, здорово. Вот так вот. Вот такие в Турции собаки. Пришли и уже устали. Представляете, как к тем людям спуститься вниз за булочкой хлеба. Это пипец. Ну, конечно, надо идти за тремя сразу, чтобы потом хотя бы черединить. Через неделю жопа орешка. Только вверх и вверх, друзья. Весь город устроен, конечно, так себе. Ну, красиво-таки пока мест не видно, но мы ищем. Калкан. Так себе место. Смотрите, как у них круто сделаны мусорки. Очень классно сделаны, да? Смотрятся не так засраны, как у нас. Так, супермаркет есть. Это прекрасно. Вообще, много всего. Кстати, смотри, какие здоровые собаки. Все дружелюбные. Но, друзья, ловите лайфхак. Чем выше, тем дешевле. Так что нашли кафешку чуть выше. Соответственно, ну и не на центральной улице, значит, будет реально дешево. По 30. Это, например, почти полтора доллара суп можно купить здесь. Как, например, в Анталии тоже. Детская площадка. Ну, так себе, желание здесь жить. Мы идем все выше и выше. Море уже далеко. Реально весь город просто под таким наклоном. Пиши сцепление, пап. Или тормозами. Тормозами. Ну что, Костян, пришел? Не, не. Успех. Мы пытаемся купить сим-карты, потому что они очень дорогие стали в Турции. Чтобы понимали, за 900 местных, это 45 долларов, тебе предлагают сим-карту на месяц. Ну, она как бы типа работает 3 месяца, все же 20 гигабайт. Это просто пипец. Это дорого. Смотрите, какие кони. Да, ухрененно. Поговорим про супермаркеты турецкие. Мигрос. Очень хороший супермаркет. Можно взять, смотрите, на улице, собрать пакетик, туда занести, оплатить. В общем, хороший магазин с хорошими ценами. Делим на 18, получаем цены. Достаточно все просто, да? Меньше доллара. Доллар. Чуть больше доллара. Дорогие. Помидоры дорогие. Больше 2 долларов. Дорого-дорого. Яблочки по доллару. Ну, то есть нормально. Молочко. Сыр не будем брать? Сыр будем брать. Сыр 145. Больше 8, ну, 8 долларов. 700 грамм. То есть, как бы, в принципе, неплохо. Так, оливки. Большая банка. Ну, 60, 28. Берем, берем, да. Колбаска. Колбаска. Давайте найдем что-нибудь по доллару. Колбаска по доллару. Нет, сосисок нету по доллару. Ну, вот можно за 3 доллара. Кринделек такой. Яйца взяли? Яйца брали? Так, чипсы. Ну, чипсы, в принципе, меньше доллара. Вот такие мы пачки, да, в прошлый раз брали. Чуть больше доллара. Семечки у нас по доллару за большую пачку. Даже меньше доллара за большую пачку. Берем масло 37. Это 2 доллара. Спагетти. Чуть больше, чуть меньше доллара. Что хочешь? А где сосиски по доллару? Нету, я уже посмотрел. А мясо там есть? Мясо в сосисках вопрос. Ну, так мясо есть. Например, смотри, фарш можно взять по 3 доллара. Даже по 4 доллара. А курица подешевле. Слушай, будет, смотри, как курица, да? В принципе, я сказал бы, цены в Турции неплохие и недорогие. Где-то они будут одинаковы с нашими, с РФ, Беларусью. А где-то, может, дешевле будут. Но точно качественный продукт. Но спиртное, имейте в виду, в Турции дороже. И в дютике можно брать. Вот это по красоте. Вот это лучше, чем дома, да? Да, да, да. Где сосиски по доллару? У тебя все равно спросят. Нет уже, все, я сказал, в Турции их нету. Хороший перед? Да, сейчас. Не, не на парусах. Он рулит, плохо. Вот так мы смотрим фильм, обсуждаем. По идее, затопило аккумуляторы. Да, уже двигатель, уже все равно. Ванна наполнилась, промыться. Так, о, вода горяченькая. Какие ляпы. Насмотрели, как чувак пытался умереть, но у него не получилось. Потонуть. Смотри, у него бутылочка, мог бы сейчас себе налить скотча какого-нибудь. Сейчас он что-нибудь такое придумает. Включу. Света нету. Удивительно, блин. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»